Старший брат Россия продолжает оказывать помощь гражданам ДНР. Более 300 тонн новогодних подарков было доставлено для детей Новороссии. В Донецкую Народную Республику прибыл очередной конвой российской гуманитарной помощи. Это 10-я колонна из России за время проведения так называемой АТО. 90 автомобилей, груженные гуманитарными грузами, продуктами питания, истрематериалами, медикаментами, новогодними подарками для маленьких жителей республики, а также письмами от детей России. Поздравляю тебя с Новым Годом! Желаю счастья, здоровья, хороших оценок, быть оптимистом и не унывать. Атеева Светлана, детская школа и служба имени Чехтовского, город Калининград. Большое спасибо Российской Федерации, вам большое спасибо, просто вы не поверите, что дети это самое святое. И улыбка ребенка, она, наверное, награда за все, за все труды, чтобы дети должны улыбаться. То есть, когда они улыбаются, ты понимаешь, что ты делаешь все правильно. Которое вы с детям подарили. Огромное спасибо вам, вашим землякам. Чувствуете поддержку именно простых людей? И избега и скорого. Знаете, ну у нас народ такой, что всю жизнь, когда у соседа загорел дом, почему-то семья приезжала к соседу. Понимаете, это традиция, менталитет наш славянский, оно и показывает. Этим мы жили, этим мы живем, этим жить будем. И слава Богу, что поколение об этом помнит, что я надеюсь, что наши дети будут так же относиться, уверен в этом. Внуки и правнуки. В этом есть сила, в этом есть правда. Ну, это настоящая жизнь. Доставка груза осуществлялась двенаколонами. Около 90 автомобилей направлялись в Донецк, примерно столько же в Луганск. Помощь собирали общественные организации и жители всей России. Мы слышали, отслеживали информацию с российского телевидения, что очень многие дома, интернаты, школы, детские садики, все готовили для наших деток подарки. Мы хотим увидеть, и завтра буквально машины уже будут распределять по школам ехать и по садикам. Мы знаем, что мы нужны, что нас никто не оставит, что мы, в конце концов, боролись за свое право. И я знаю, что те детки, которые прятались по подвалам, которые прятались под столами, и которые от выстрелов начинают передергиваться, вы знаете, это очень страшно, действительно. Они получат эти подарки, они узнают, что мы не одни здесь, на этой земле, что есть очень много добрых людей, порядочных людей. Огромное вам спасибо за то, что приехали эти подарки. Всем тем, кто собирал, всем тем, кто организовывал. Поверьте, для нас это очень важно. В общей сложности с начала августа российские автоколонны доставили в Донецк и Луганск около 12 тысяч тонн гуманитарного груза. По словам представителей МЧС, доставка груза прошла по графику. После разгрузки грузовики вернутся в Ростовскую область. Дарья Чернична, Дмитрий Русский, Новороссийск.